Неоспоримое преимущество квартирника – то, что местным для его проведения может стать любое атмосферное заведение. Для этого даже не нужно специально организованной площадки, пара усилителей, микрофон, подсветка, инструменты, голос исполнителя. Всё, что необходимо для того, чтобы языком ноты текстов музыкант рассказал миру о своих переживаниях. Свой стиль, жанр, он рождается из тех жанров, которые ты слушаешь, ну, скорее всего. Ещё можно вдохновляться книгами, стихами, людьми, фильмами. Союз двух творческих людей в жизни и абсолютная противоположность на сцене. Музыканты Никита Волков и Николай Лаптев признаются, что однажды даже пытались написать совместную песню. Но из этой затеи ничего не вышло. Поэтому исполнители продолжили своё существование как две совершенно разные творческие единицы. Зато и эффект от их совместных концертов вдвойне ярче и интереснее. В «Квартирнике» ты видишь каждое лицо его и его реакцию сразу же. То есть в этом, вот из-за этого лично я прям получаю кайф. Потому что ты каждому поёшь. Не просто зал, да, а каждому человеку. У зрителей «Квартирников» в исполнении Никиты Волкова есть уникальная возможность услышать самые свежие авторские песни. Те, которые совсем недавно появились на свет и пока ещё не успели войти в репертуар основного проекта музыканта – группы «The Line Break». Музыка более, наверное, нежнее звучит. Я не знаю, как это сказать. Ну, то есть она более мягче. Такая становится… Музыку вообще можно пощупать любую. А тут она такая, ну вот, своя. Я не знаю, как это объяснить. Ну, вот она очень близко, она так это проникает. Их песни о любви и путешествиях, душевных переживаниях и человеческих отношениях. Жизненные и искренние композиции уживаются вместе с дерзким, свойственным рок-музыке настроением. Саровские зрители дружно подпевают перспективным музыкантам, а их творчество выходит за пределы родного города. А это значит, что рок в Сарове жив. Завтра мы отправимся под новому ровну. Я испытаю чувство свободы и приведу с собой себя. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова